Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. Спасибо вам большое за поддержку моего канала, за то, что вы подписываетесь. Также ставите лайки, пишите комментарии, а также пишите запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Меня попросили сделать расклад на мистикопсе «Загадочное исчезновение девочки». Произошло это 17 сентября в 1992 году. Две подруги поехали на ярмарку. И этим же вечером 14-летняя миссия исчезла. Это произошло в штате Вашингтон, в городе Пуялап, штат Вашингтон. Подруги так разыгрались на ярмарке, катаясь на аттракционах, что опоздали на последний автобус. И что вот характерно, когда я смотрела ролик, мама Мисте, которая довозила девчонок, когда она смотрела на дочку, у неё было внутри волнение. У неё как-то вот защемило сердце. Вот что-то, видно, ей подсказало. Но, к сожалению, из-за работы она не смогла дочь забрать. И она сказала, смотри, не опоздая на последний автобус. И когда вот это вот произошло, Мисте позвонила маме своей и сказала, что они опоздали на автобус. Ну, в общем-то, тогда мама ей посоветовала позвонить знакомым, чтобы её довезли. Та сказала, хорошо, она постарается найти машину. Вот 14-летняя девочка постарается найти машину, чтобы доехать до дома. А расстояние это было 12 километров. Вот подруга её, Трина, она в итоге отправилась как раз-таки до дома со своим парнем, молодым человеком. И он был на машине. И вот очень интересно тоже, Трине было, по всей видимости, где-то тоже 14-15 лет, а парню 23 года. Как-то тоже странно, всё-таки взрослый парень. Но по какой-то причине Мисте отказалась с ними ехать. Ну, по причине того, что она недолюбливала этого парня. И, в общем-то, Мисте сказала, что она будет ждать автобуса. Возможно, какой-то автобус и пойдёт, ещё один автобус. Возможно, может быть, утреннее она хотела ждать автобус. Ну, в общем-то, ребёнок оказался в беде. Её не нашли. Ни живой, ни мёртвой. Но когда я посмотрела число фату, я могу сказать, что однозначно произошла трагедия. Когда я посмотрела на фотографию исчезнувшей девочки, я тоже увидела, что... И не увидела, что ребёнок жив. Ну, в общем-то, по-большому счёту, если бы она жива была, она бы уже объявилась. Итак, первое. Первое я посмотрю, конечно же, сигнификатор. Сигнификатор Мисте вообще на тот момент. Что с ней вообще происходило? В каких она была энергиях? Так, две карты. Дальше. Причина её исчезновения. Дальше. Что всё-таки с ней могло произойти? Ну, давайте пока так, а потом я посмотрю, что ещё будет дальше. Всё-таки, что эти карты мне покажут? Итак, здесь старший аркан Император. Ну, знаете, я могу сказать, что девчонка сама по себе, она достаточно была самостоятельная. Характерная такая девочка она была. И достаточно упряма. Здесь, знаете, она даже где-то проявила какое-то самодурство. Могу так же сказать. Она не была внимательна. Вот что-то вот, какая-то была рассеянность. Не обращала внимания на детали. Ну, и как она могла обращать внимание на детали? Всё-таки её задача была найти машину, попутку, автобус, чтобы поехать. И вот я могу сказать, что и окружение-то, ну, скорее всего, подруга, парень подруги, знакомые мести, знакомые трины. Они не были надёжными, благонадёжными людьми. Дальше идёт открытое пространство. Она очень эмоциональна была. Ну, я вижу, что она, да, она пошла всё-таки. В итоге она не стала ждать. Всё, она пошла пешком. Но, судя опять-таки по этой карте, мы видим, там пара. Парень и девушка. Но это не обязательно, что вместе в этот момент шла не одна. Вот это как раз-таки карта показывает на её эмоциональное состояние. И там вдалеке водопад и гора. Говорят о том, что она боялась. Она эмоционально была возбуждена. Возможно, знаете, вот как? Вот когда вот в детстве там весело, так здорово, всё замечательно, всё прекрасно. И когда ты понимаешь, что ты заигрался, ты опаздываешь домой. Вот это вот состояние страха, что тебя сейчас могут наказать. Вот у неё такое же было. Нет трезвого мышления. Она трезво не смотрит на ситуацию вообще. Вот, а возможно, от этого даже и перенапряжение, да? Перевозбуждение. Но всё-таки надежда есть, что всё будет хорошо. Хотя есть, всё препятствует. По горам всё препятствует. Вдалеке горы это говорит о том, что всё препятствовало тому, чтобы она спокойно доехала до дома. Скалы, водопад это вот как раз-таки подчёркивают. И так же я могу сказать. Вот опять-таки, в окружении миссии какие-то были странные люди. Какие-то навязчивые, даже, может быть, приставалы. Поэтому, возможно, так и получилось. Может быть, она и обращалась к кому-то за помощью. Но она понимала, что она опять-таки чем-то может рискнуть. Давайте посмотрим причину исчезновения. Потеря бдительности. Она заигралась. Всё-таки что-то связано с её вот таким вот поведением неосторожным. Ночь. И надвигается уже опасность. Демоны уже обступили её. Но она упорно этого не видит. Слишком была самонадеянна. Вы знаете, что я вижу? Здесь, вот по этой карте, я вижу, что здесь мог быть не один человек. И я вижу, что их, возможно, было двое. Так. Что же всё-таки там произошло? Произошло нападение по рыцарю. Я вижу здесь нападение. Я вижу здесь агрессию. Здесь как раз-таки однозначно... По рыцарю это однозначно нападение. Нападение. На девушку напали. На девушку напали. Так. Что ещё есть в этой карте? Ужас. Она просто пережила ужас. И я здесь вижу энергию мужчины. Однозначно. Мужчина энергия. Сначала он как будто ей предлагает свою помощь. Ну, вроде как помощь, да? Скорее всего, может подвести. А потом он на неё нападает. Так. Однозначно её в живых нет. Нет, конечно. Её убили. Так. Физическая причина смерти. И кто из людей мог быть причастен к этому? Физическая причина могла быть удушение. Вот она даже старалась уже убегать. Она даже опять-таки убегала по открытой местности. Там была вода. Такое вот состояние, что всё равно было как мокро, как сыро было. Однозначно, конечно же, на неё напали. На девушку напали. Вы знаете, ещё могу сказать, что вот тот, кто напал, он эмоционально больной. И причём он настолько с нервными расстройствами, но как-то он уж очень хитро врал и, может быть, даже запутывал следствия. Задам вопрос. Девочка знала? Мести знала этого человека? Что мне покажет? Карта. Король Пентакли. Да, она могла знать этого человека. Нет, они... Здесь я вижу, что... Они были вдвоём. На неё напали двое. Так, какая у меня ещё пойдёт информация? Вы знаете, я вообще вижу, что её, во-первых, её искали вообще не там. Даже уже впоследствии её искали не там, где нужно. И, по всей видимости, всё равно, вот её несколько раз как-то перемещали, ну, можно так сказать, перезахоранивали. И там, где находится её тело, это... Там всё равно я вижу воду. И оно как это место, как стоит, как на отшибе. Но его даже никто не проверял, это место. Понимаете? Даже и не искали, и не смотрели ничего в том месте. Вот то, что я вижу. Его даже и не обследовали. Там должно быть что-то, как вот какая-то заброшенная, какая-то вот территория, где даже, возможно, какие-то проводились работы когда-то. Что-то там было связано с какими-то работами. Там могли что-то вот стругать, что-то делать. Ну, какую-то там вели рабочую деятельность. Ну, давайте я посмотрю полиция, энергию полиции, да, потому что я, конечно, смотрела, а что покажут в карте. Работа полиции на момент, когда исчез ребёнок. Пожилзов. Полиция, как сказать, они считали, что вот она ушла. Вот ей не захотелось жить с мамой. Вот она пошла путешествовать. Потому что здесь мы даже видим по карте. Молодой человек взял посох в руки, и он пошёл сам по себе. На заднем плане, опять-таки, у нас лава, лавина, горы, препятствия. Бурное такое вот развитие событий. Ну, они считали, что она ушла сама по себе. Всё. С одной стороны, вроде они сотрудничали с матерью, а с другой стороны, они постоянно навязывали свою точку зрения. Ну, то, что она вернётся домой. Никуда она не денется. Да. Вот она придёт. Вот она должна прийти. Вот сейчас погуляет, погуляет и вернётся. Никуда она не денется. На самом деле, они понимали, что время уже упущено. И они также понимали, что ребёнка, скорее всего, убили. Но так как, скорее всего, поняли, что это по их такой халатности, они не стали по горячим следам это дело расследовать. То есть, всячески пытались как-то, возможно, даже и запутать. И здесь по семёрке мечей именно от полиции идёт подлость. Подлость. И запутывание дела, подтасовка идёт фактов. В общем-то, я хочу сказать, вместо того, чтобы помогать матери, которая была убита горем, они вообще не туда шли. Вообще. Они ещё старались её как-то обвинить в том, что девочка исчезла. Она, типа, погуляет и вернётся. Если в данном раскладе у вас есть комментарии, напишите, пожалуйста. Берегите своих детей. Берегите себя. Всего вам доброго. Берегите себя.